Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Грагуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В России начались выборы президента. В Самарской области сегодня открылись 1767 избирательных участков. Высокая активность и приподнятое настроение. Губернатор Дмитрий Азаров побывал на нескольких участках и оценил обстановку, а затем проголосовал. Одной из первых проголосовала глава Самары Елена Лапушкина. Она пришла к открытию избирательного участка. На выборы приходят целыми семьями. В Куйбышевском районе Самары многодетная семья Хан-Сирант пришла на избирательный участок с шестью детьми. В России завершается первый день голосования на выборах президента. В Самарской области сегодня открылись 1767 избирательных участков. На территории региона действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Кроме того, работают 16 временных участков. В аэропорту Курумыч, на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Сегодня с самого утра отдать свой голос пришел губернатор Дмитрий Азаров. Он привел впервые голосующих нам замечательных школьников. Губернатор Дмитрий Азаров сегодня утром голосовал на избирательном участке, расположенном в стенах школы 132. Перед этим он объехал другие избирательные участки, расположенные в Самаре, отметил высокую активность горожан и приподнятое настроение, с которым самарцы пришли выбирать будущее страны на ближайшие 6 лет. Напомним, выборы президента страны в России проходят восьмой раз и продлятся три дня. Губернатор отметил, что во время проведения специальной военной операции сплочение россиян особенно важно, как важно и то, в чьих руках окажется страна в этот непростой период. А решить это можно только придя на выборы. Гражданская активность важна всегда, но сейчас в особый период развития нашей страны, конечно же, проявить свою гражданскую ответственность, проголосовать за Россию. А любой, кто приходит на избирательный участок, он голосует за Россию, за ее будущее. Он делает выбор вместе со страной будущего для своей семьи, для следующих поколений. В то время, когда наши парни на передовой, наши герои, защитники Отечества отстаивают интересы нашей Родины, защищают мирное небо над нашей Родиной. По сложившейся традиции на избирательный участок Дмитрий Азаров приехал с мамой, которая всегда участвует в голосовании. Губернатор выразил надежду, что те самарцы, которые сегодня не успели проголосовать, сделают это в ближайшие выходные. Одной из первых сразу после открытия участков проголосовала глава Самары Елена Лапушкина. Свой голос по традиции она отдала на участке 33-49 в 69-й школе. Глава города призвала всех самарцев воспользоваться в эти дни своим правом выбрать высшее должностное лицо страны. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня свой рабочий день глава города начала на избирательном участке. Елена Лапушкина пришла одной из первых и приняла участие в торжественном открытии, прослушав гимн страны. После чего получила бюллетень и проголосовала. Глава Самары призывает и всех жителей старше 18-ти исполнить свой гражданский долг. Мы с вами каждый день делаем выбор. И от каждого нашего выбора зависит история. История нашей жизни, истории нашей семьи, истории нашей страны. Вы должны определить, каким путем пойдет наша страна. Какой она будет. И как мы вместе с вами будем в дальнейшем развиваться. Призываю каждого из вас прийти на избирательные участки, отдать свой голос. Мы вас ждем. Тут же на участке глава Самары проголосовала и за общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2025 году. На выбор представлены 20 территорий. Проголосовать можно у стола волонтеров в спецодежде с символикой национального проекта «Жилье и городская среда». Этот же путь повторяют и другие избиратели. Семья Жаровых тоже решила прийти на участок в первый день до работы, не откладывая свое решение в долгий ящик. Владимир и Татьяна уверены, что каждый голос важен. Поэтому всегда приходят на выборы. И всегда призывают прийти своих близких и друзей. Поддержать страну, наверное, в данный момент. Ну, такое тяжелое время. Все наши знакомые, я думаю, что они обязательно сегодня придут. И родители, и дети. Также на участке можно принять участие и в викторине. Если ответить на вопросы о Самарском крае, то можно получить шанс выиграть ценные призы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Глава промышленного района Самары Данил Морозов голосовал на избирательном участке в школе номер 120. Как и все избиратели, он предоставил свой паспорт и получил бюллетень, который заполнил в специальной кабине. Участие в выборах – это почетное право и обязанность каждого гражданина определять судьбу своей страны, определять свое будущее, будущее своих детей. И, конечно, непременно это очень важно. Помимо того, что это почетная право и обязанность, мы можем на избирательных участках проголосовать за благоустройство общественных пространств по программе президентской формирования комфортной городской среды. Около 10 часов утра на избирательный участок, расположенный в одном из корпусов Самарского политеха, пришел председатель общественной палаты городского округа Самара Габибулла Ахасаев. Габибулла Рабаданович рассказал, что ни разу за свою жизнь не пропустил ни одних выборов. Это мое конституционное право, это мой гражданский долг и моя гражданская ответственность. Но сегодняшний выбор имеет исключительно важное значение. В условиях, когда весь коллективный Запад воюет с Россией, мы должны показать сплоченность нашего общества, мы должны показать, что у нас президент легитимно избранный, и мы должны показать, что каждый из нас сопричастен к судьбе своей Родины. Член общественной палаты Самары Наталья Толстых выборы тоже никогда не пропускает. Голосует уже 50 лет. Впервые она проявила гражданскую позицию в 1974 году. Как и в этом году, выборы проходили в стенах третьей школы. Участие в выборах – это привилегия, это право, это долг, и это моя личная гражданская позиция. В этом суть характера, жизни, поступков, ощущения, которые мы имеем по отношению к своей Родине. Голосуя, участвуя в выборах, я считаю, что я принимаю участие в формировании будущего своей страны. Во дворце культуры «Нефтяник» на участке 28-25 проголосовал заслуженный работник культуры России Сергей Мамченко. Приходить на выборы в числе первых – традиция для его семьи. Самое главное, конечно, был сильный президент. То есть это очень важно для каждого человека нашего, чтобы завершились все дела у нас с СВО благополучно, да, и, конечно, чтобы наш народ процветал и, наверное, здравствовал на благо вообще Родины. Она привыкла быть первой на паркете, потому и на выборы пришла утром в первый день голосования. Ольга Артешина – баскетболистка, заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион и призер многих международных соревнований в составе женской сборной России по баскетболу. Голосовала на избирательном участке на улице Солнечной. Уверена, все должны сделать выбор в пользу будущего страны. Я считаю, что у каждого человека, гражданина Российской Федерации, должна быть своя позиция, свой выбор и определенность. И тем самым мы должны показать свое единство, свою силу, дух и заинтересованность в судьбе нашей страны. Самарцы на выборах президента активно голосуют и за благоустройство родного города. На избирательных участках организованы специальные пункты. На них можно отдать свой голос за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году. Подробности узнала наша съемочная группа. Вы сканируете фейерпорт и через госуслуги выбираете понравившийся вам проект. На избирательных участках выбирают не только будущего президента, но и территории, которые благоустроят в 2025 году. Жители города активно голосуют за общественное пространство. Я считаю, что это отличный проект, отличная идея. Всегда поддерживаем любую городскую комфортную среду. В свое время поддерживали парк «Молодежный». Мы сейчас видим, насколько он стал красивый, насколько стал востребованный. Следующим моим шагом будет поддержать сквер Калинина. На пунктах, организованных на избирательных участках, находятся волонтеры в синих жилетках. Они рассказывают о дизайн проектах парков и скверов города. Объясняют, как можно проголосовать. 18-летний Дмитрий Зернаев родился и вырос в Самаре. Любит свой город и хочет сделать его еще краше. Поэтому решил стать волонтером федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Все-таки нужно участвовать в жизни города. Как-то хочется соответствовать, скажем так, отдавать что-то ему. Всероссийское голосование за территории, участвующей в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», началось 15 марта и продолжится до 30 апреля. Проголосовать за понравившийся дизайн проект просто. Нужно перейти по QR-коду из буклета и сделать свой выбор на госуслугах. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. В Куйбышевском районе Самары многодетная семья Ханс-Серант пришла на избирательный участок 28-12, чтобы проголосовать за будущее страны. Ксения Баканова расскажет подробнее. Многонациональная семья Ханс-Серант на участок пришла одной из первых. Рассказывают, выборы не пропускают. Сегодня, как обычно, они в полном составе. Мама Лилия, папа Евгений и шесть будущих избирателей. Пять сыночков и лапочка-дочка. Глядя на нас, они тоже хотят голосовать, и хотят, чтобы им быстрее, скорее, исполнилось 17 лет. И они тоже имели право на свой голос. Родители признаются, для детей выборы президента – это настоящий праздник. Важно приучать подрастающее поколение принимать активное участие в общественной жизни страны. Очень охотно они бегут, они хотят сами галочку поставить. То есть они ждали этого дня, прям с нетерпением они переживают. Это мы строим свое будущее, все в наших руках. Поэтому каждый должен прийти и отдать свой голос своего кандидата. Несмотря на юный возраст, у ребят уже присутствует понимание процесса. Когда ты идешь на выборы, там надо быть умным, чтобы выбрать президента. Если кто-то не будет управлять страной, то, наверное, будет тут беспорядок. Избирательные участки 15, 16 и 17 марта работают с 8 утра до 20 часов вечера. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других событиях дня. В промышленном районе Самары загорелся автосервис. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Самарской области, пожар вспыхнул в 19.17 по адресу заводское шоссе 10Е. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Сгорел автомобиль Ниссан. Пожар потушили в 20.27. Привлекли 13 единиц техники и 49 человек. Пострадавших нет. Трех жителей Тольятти осудили в Екатеринбурге за участие в Международной террористической организации, сообщают в ОФСБ России по Самарской области. Как стало известно, в ходе следствия мужчины вербовали местных жителей в мечетях. Кроме того, они укрывали подельников из смежных преступных группировок. Оперативники задержали их по горячим следам. Возбудили два уголовных дела по статье об участии в деятельности террористической организации. По решению суда преступники получили от 5 до 12 лет колонии строгого режима. В районе Самары на Волге, по данным поисково-спасательной службы региона, лед становится тоньше день ото дня. Поэтому находиться на реке опасно для жизни. По словам специалистов, в марте лед коварный. Он может выглядеть прочным, но на деле окажется хрупким. Например, на Волге в районе Красной Глинки сейчас можно наблюдать промойны. А глубина промерзания воды в некоторых местах здесь пока держится в пределах 5-10 сантиметров. Вблизи центральной спасательной станции тоже тонкий лед. Всего 5-8 сантиметров. В пределах 200-300 метров от берега. Как и на Фарватере. В районе улицы Первомайской от 7 до 20 сантиметров. У Барбошиной поляны лед все еще довольно прочен. Его толщина около 35 сантиметров у берега. Как и у Зеленой рощи. В Самаре на заседании регионального совета по культуре, который провел губернатор Дмитрий Азаров, обсудили подготовку к проведению второго антифашистского форума «Гитары в строю». Во встрече приняли участие главы муниципалитетов, руководители государственных и муниципальных учреждений культуры, представители образовательных и общественных организаций, а также творческих союзов региона. В этом году проект «Гитары в строю» приобретает более высокий статус. Это будет не фестиваль, а масштабный форум, который состоится в преддверии Дня Победы со 2 по 5 мая в Самаре. Выступления участников также пройдут в пяти районах области. В Красноярском, Шигонском, Волжском, Шанталинском и Большеглушицком. В художественном музее открылась масштабная выставка «Человек света». На ней представили произведение выдающегося художника Василия Поленова к 180-летию со дня его рождения. В организации экспозиции приняли участие 12 музеев России. Среди них Третьяковская галерея и Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Музей-заповедник Поленова тоже предоставил живописные полотна. Семейные горе и больная. Один из главных экспонатов выставки – полотно «Христос и грешница». Василий Поленов работал над ней 15 лет. И вот какие материалы готовят к эфиру наши корреспонденты прямо сейчас. Прозрачно и легитимно за ходом выборов следят иностранные наблюдатели. В Самаре продолжаются масленичные гуляния. В промышленном районе водили хороводы и угощались блинами. Большие гастроли. Куда отправится театр камерная сцена и какой спектакль представят? На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах «Водноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok